Официальный партнер информационной программы «Новости дня» Сеть магазинов «Универсам низких цен» Компания «Оптик СССР» Это информационная программа «Новости дня» Мы работаем в прямом эфире в студии Батар Ламбаев Корреспонденты ТВКОМ и я готовы рассказать о главных событиях в жизни Улан-Удэ и республики И вот основные темы сегодняшнего выпуска Стыки вообще полностью отсутствуют Шума от прохождения трамвая, от колесных пар, его нет Работы начаты Сколько участков трамвайных путей отремонтируют и где, расскажем через несколько минут Осторожно поезд в Улан-Удэ сотрудники транспортной полиции ежедневно проводят рейды на железнодорожных путях Все лица, они, конечно, госпитализированы, изолированы, компактно обследованы Борьба с коронавирусом продолжается Сколько человек продолжают лечение и каково их состояние? Подробности совсем скоро В Улан-Удэ полным ходом идет ремонт трамвайных путей Линии в столице республики местами изрядно износились Где-то капитального ремонта они не видели больше 40 лет Сегодня работы уже заканчиваются на проспекте 50-летие октября Какие участки попали в список на компремонт в этом году, расскажем далее На проспекте 50-летие октября капитальный ремонт трамвайных путей не делали почти 45 лет По словам подрядчика, на этом участке уже сгнило 80% деревянных шпал Поэтому принято решение срочно отремонтировать участок трамвайных путей от улицы Жуковского до улицы Гагарина Ход работы проверил лично мэр Улан-Удэ Сегодня уже 50% сделано наверняком Спуск полностью уложена резошпальная решетка Сейчас подрядчики СМП-389 производят подъем, монтировку подъема Тоже 50% И берут на себя повышенные обязательства в мае месяце закончить этот участок Осталось положить резервальную решетку Потом сделать пробивку путей и произвести сварку швов Здесь порядка 120 швов Как уверяет подрядчик, теперь на этом участке не будут стучать колеса и дребезжать весь вагон Строители используют новые технологии укладки Поэтому почувствуют комфорт не только пассажиры, но и жители соседних домов, которые наконец-то избавятся от шума трамваев В первую очередь по всем новым требованиям мы на сегодняшний день меняем с деревянной шпалу на железобетонную Срок службы порядка 25 лет Это очень сказывается хорошо на эксплуатационных способностях И второе то, что третий год подряд применяем алюмино-термитную сварку стыков Стыки вообще полностью отсутствуют Шума от прохождения трамвая, от колесных пар, его нет Ремонт приходится проводить ночью, чтобы не останавливать работу трамваев Поэтому людей, которые живут в ближайших домах, просят набраться терпения Также на этих участках посадят новые зеленые насаждения В городе нуждаются в ремонте еще около 20 километров трамвайных путей В дальнейшем каждый год планируют выделять по 100 миллионов рублей на капитальный ремонт Необходимо отметить, что да, в течение последних 15-20 лет не проводился должным образом капитальный ремонт В настоящее время, в последние три года проводится капитальный ремонт Необходимо сказать слова благодарности в адрес руководства города, в адрес руководства республики Большое подспорье оказывает единое дальневосточное субсидие Уже второй год реализуется данная программа И, конечно, с учетом данной программы ежегодно уже в среднем по 2 километра делается Ждут в свою очередь в этом году трамвайные пути по улице Гагарина От проспекта 50-летия Октября до улицы Пестеля В последний раз их капитальный ремонтировали 16 лет назад А также участок от улицы Добролюбова до юных коммунаров Его не ремонтировали уже около 26 лет До конца 2020 года заменят больше километра трамвайных путей Валерия Каратуева, Данил Дурхисанов, Новости дня На прошлой неделе на перегоне Медведчикова-Заудинский поезд насмерть сбил подростка Машинист применил экстренное торможение, но столкновений избежать не удалось Что делает транспортная полиция, чтобы предотвратить подобные случаи, расскажем в следующем сюжете По словам транспортной полиции, вероятно, молодой человек шел по путям в наушниках спиной к идущему поезду Из-за этого не слышал сигнала машиниста и случилась непоправимая трагедия Настоятельно просим родителей усилить контроль за местонахождением своих детей И не допускать их нахождения без присмотра на объектах железнодорожного транспорта А также других объектах повышенной опасности На этом опасном участке железной дороги нарушают не только подростки Часто переходят пути в неположенном месте и взрослые люди, не задумываясь о последствиях После я тут хожу кругами, мне неудобно, например, кругами ходить Вот так пойду, потом обратно обойду, вот здесь Это круги какие-то я наворачиваю Ну, что сделать? Вы перешли пути прямо не переходя не по одному Я опаздываю на работу, вот я сейчас действительно опаздываю Между тем, с начала года уже произошло шесть аварий со смертельным исходом Двое из погибших – подростки Чтобы предотвратить несчастные случаи, транспортная полиция каждый день выходит на рейд Даже несмотря на режим самоизоляции, сотрудникам удается задержать нарушителей Людей мало ходит, но тем не менее все равно ходит Человек шесть-семь в день, ну, все равно люди попадаются, как бы перебегают, да, железную дорогу Ну, а так несовершеннолетних сейчас как бы у нас сильно нет, потому что они дома сидят Ну, если даже не попадаются, соответственно, да Вот, допустим, сейчас несовершеннолетний, ну, на данном рейде, да, выявится Соответственно, на него также будет состав административный протокол, да, по той же самой статье, как я ранее сказал уже Соответственно, собирается материал и отправляется в комитет по делам несовершеннолетних За переход в неположенном месте людей ждет административное наказание Штраф в 100 рублей Но эти меры никак не сравнимы с человеческой жизнью Валерия Каратуева, Данил Дурхисанов, Новости дня Разворот на пешеходном переходе запрещен, но не все водители нашего города соблюдают это правило Сотрудники госавтоинспекции вышли на улицу Улан-Удэ, чтобы проверить его соблюдение Приняла участие в рейде и наша съемочная группа На пешеходном переходе напротив остановки Советской водители зачастую нарушают правила дорожного движения Автолюбители совершают разворот прямо на переходе, подвергая опасности пешеходов Кто-то объясняет нарушение правил банальной невнимательностью А некоторые нарушители и вовсе уходят от ответа Как вы считаете, согласны с тем, что нарушили правила или нет? Как отмечают сотрудники госавтоинспекции, в последнее время участились и жалобы от горожан Улан-Удэнцы сетуют на то, что именно в этом месте водители стали нарушать правила намного чаще, чем раньше Данный пешеходный переход находится в непосредственной близости от образовательного учреждения, а также от торгового центра крупного И очень часто водители именно в данном месте нарушают правила, к сожалению, и не пропускают пешеходов, переходящих дорогу И что говорят в свое оправдание? Чаще всего водители торопятся, не замечают знаков дорожной разметки Отмечу, за разворот на пешеходном переходе водители привлекают к административной ответственности Штраф составляет от 500 до 1000 рублей Андрей Слепнев, Жаргал Цариндашиев, Новости дня За сутки в Бурятии выявили 9 человек с коронавирусом На данный момент в республике 112 официально подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией В стационаре инфекционной больницы продолжает лечение 84 пациента Подробности в следующем сюжете Число зарегистрированных случаев больных коронавирусом в Бурятии выросло до 112 Из них 26 человек выздоровели и выписались из больницы Два пациента умерло В стационаре продолжает лечение 84 жители республики В реанимации находятся 6 тяжелых взрослых пациентов Один больной на аппарате ИВЛ Сейчас находится на аппарате ИВЛ пациентка 90 лет Она имеет, к сожалению, сопутствующие заболевания И связанные с возрастом, имеющие сегодня осложнения Поэтому максимально мы привлекаем всех для оказания помощи Но состояние тяжелой пациентки На сегодня круг контактных лиц составляет 2097 человек Все лабораторно обследованы В стационарных условиях проходит лечение 13 детей Их состояние врачи оценивают как удовлетворительное Появился и новый очаг инфекции На стройке медицинского инфекционного центра в Сосновом Бару Там зарегистрировано 9 случаев коронавирусной инфекции Из числа строителей выявлено 9 случаев инфицирования новой коронавирусной инфекции Все лица, они, конечно, госпитализированы, изолированы, контактные, обследованы У кого есть домашние очаги Надо сказать, что вот эти лица в основном Это прибывшие, опять-таки, у нас получается там с Читы у нас, с Тюмени С Тюмени прибывали граждане через Москву Отмечу, во всех шести лабораториях Бурятии за сутки на наличие коронавируса Исследовано 760 человек Тест-системы для лабораторного исследования имеются в достаточном количестве Андрей Слепнев, Жаргал Церендашиев, Новости дня Между тем, Алексей Циденов поручил поддержать продуктовыми наборами одиноких родителей республики Речь идет о тех, чьи дети не посещают образовательные учреждения То есть, чей возраст от 0 до 7 и от 16 до 18 лет Таких неполных семей в Бурятии чуть больше 10 тысяч В них воспитывается 12,5 тысяч детей База составлена по каждому муниципальному району республики Бурятия И буквально с понедельника мы начинаем полностью передавать эти продуктовые наборы в районы, в муниципалитеты И я думаю, что буквально за 4-5 дней мы справимся с этой задачей В наборе будет 18 наименований по аналогии с продуктовым пайком от администрации Улан-Удэ для детей-школьников Выдача продуктового набора будет одноразовой Рассчитан он не на всю семью, а именно на детей Стоит обратить внимание, что одинокими родители считаются Если в свидетельстве о рождении в одной из граф мать или отец стоит прочерк Депутаты горсовета продолжают работу в онлайн-режиме Народные избранники решили перенаправить средства, предусмотренные на благоустройство городских территорий На неотложную санитарную обработку Общая сумма составила 3 миллиона рублей Эти деньги пойдут на дезинфекцию домов, оставшихся без управляющих компаний И приобретение индивидуальных средств защиты для управляющих организаций и ТСЖ Сейчас очень важно помочь горожанам продезинфицировать дома, которых нет управляющих организаций В связи с сложившейся ситуацией с коронавирусом Рекомендовали всем депутатам перенаправить средства с благоустройством на дезинфекцию таких домов Инициативу поддержали все депутаты К дезинфекции почти 400 домов без управляющих организаций уже приступили Соответствующее распоряжение подписано Игорем Шутенковым Сейчас заключен муниципальный контракт, по условиям которого подрядная организация будет производить санитарную обработку в течение месяца до 9 мая Работы по дезинфекции ведутся по утвержденному графику Слова благодарности в непростой период принимают не только медики, но и волонтеры Об их трудовом подвиге говорят не так часто Однако добровольцы ежедневно трудятся полный рабочий день, не прося за это ничего О том, как проходит их день, с чем они сталкиваются и что чувствуют, расскажем далее Утро волонтера начинается около 8 К 9 часам добровольцы приходят в штаб Команда примерно из 40 человек на простые, но такие важные дела настраивается зарядкой Руки на плечи, руковой движение 4 вперед Назад Активнее После физических упражнений добровольцы занимают боевые посты Для кого-то это склад, отдел логистики или колл-центр Телефон звонит с утра не переставая За день за помощью обращаются почти две сотни человек В основном это пенсионеры, инвалиды, одинокие мамы и многодетные семьи Выдержать такое может не каждое сердце Эмоционально, конечно, выгораешь Первые 2-3 дня, когда я села на колл-центр, было тяжело Потому что реально я никогда с такой жизненной ситуацией не сталкивалась И когда слышишь очень много проблем И хочется помочь всем Когда звонок получен, обращение вносят в базу Далее в отделе логистики происходит распределение заявок по адресам 10 бригад, в составе которых по 2 волонтера и водитель получают задания Ты у нас 7 бригада, тут у тебя будет 12 заявок Не все, получается, на продуктовые наборы Нужно будет посчитать, сколько сейчас для пожилых людей, сколько для многодетных И все, на складе получите, получается Для многих добровольчество стало нормой жизни Мало кто знает, но чтобы помогать другим, эти ребята пошли на личные жертвы Многие, чтобы не заразить близких, не возвращаются вечером домой Мы проживаем отдельно в гостинице, для нас выделили номера В этой гостинице никто, кроме нас, не проживает Для того, чтобы тоже обезопасить и себя, и окружающих Мы встаем утром, у нас есть дежурные Они, получается, готовят завтрак на всех Мы кушаем, дальше приезжает за нами машина Мы приезжаем на основную наш род деятельности Получается, сюда, в Добродом Волонтеры работают в две смены, в каждой почти 40 человек График два через два, трудятся по 8-9 часов в день Но оказывая поддержку, часто добровольцы нуждаются в ней сами В Добродоме с ними беседуют психологи В конце дня, после всех вот этих вот заявок, проводится рефлексия То есть мы все обсуждаем, да, какие проблемы у нас появляются там Да, немного тяжело бывает моментами То есть у самого как бы сердце сжимается У нас очень ярко выражено чувство эмпатии Мы смотрим и наблюдаем, что вот у бабушек слезы наворачиваются То есть слезы счастья И все-таки каждый день они выходят на свою службу Чтобы принести людям не просто пакет с провизией А надежду и доброту Они ничего не просят взамен Им достаточно только улыбки Студенты вы, да? Да, вы Молодцы, спасибо, я рада, очень рада Одна бригада за день объезжает до 30 адресов Всего доброго, берегите себя Спасибо вам за доброе сердце И таких ребят по республике почти тысяча Добровольцы совершили 5,5 тысяч выездов Вот они, простые герои Мария Кравцова, Вячеслав Батоев, Данил Дурхисанов Новости дня Сейчас небольшая реклама Перед ней краткий анонс тем второй части выпуска Не переключайтесь Все эти этнографические музеи мы обрабатываем против клещей Осторожно, клещи! Специалисты провели аккорицидную обработку деревьев В этнографическом музее народов Забайкалья Первоначальная работа у нас, конечно, вдоль магистральных улиц проводится Где в основном самый оживленный поток Обрезка деревьев началась Где и какие насаждения попадут под пилы Расскажем через несколько минут Универсам низких цен Яйцо отборное всего 63,90 Универсам низких цен Сосиски аппетитные всего 139 рублей Оптика СССР представляет Коллекцию очков 2020 года Взгляни на мир по-новому В очках от оптики СССР Будьте яркими Будьте стильными Ваша оптика СССР Абсолютно безопасные Стоят меньше гипсокартона Оперативные в установке Надежные в эксплуатации И, наконец, они просто красивые Натяжные потолки Линия неба 11 лет вместе с нами У каждого свой потолок У меня линия неба Это программа Новости дня И мы продолжаем выпуск В Бурятии проснулись клещи Специалисты начали окорицидную обработку лесных территорий Одним из первых мест стал Этнографический музей народов Забайкалья Подробности далее Этнографический музей народов Забайкалья Проходит дезинфекцией от клещей Два раза в год В апреле и июне Окорицидной обработке Подвергается более 9 гектаров Всю эту тему Этнографическую музею Мы обрабатываем против клещей Поэтому наша территория будет безопасна Конечно же Мы заботимся о наших посетителях И с нетерпением их ждем А сегодня музей работает в дистанционном режиме Сегодня у нас многие сотрудники Работных хозяйств Находятся дома Работают из дома Но уголок живоприроды Работает непрерывно И работает у нас ремонтно-реставрационный отдел Перед тем, как начать обработку Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии Проверяют территорию на наличие клещей С помощью белого флага Далее приступают к окорицидной обработке Специальным раствором Мы используем экологически безопасные препараты Относящиеся к группе синтетических перитроидов Это препараты, которые хорошо себе зарекомендовали Против борьбы с клещами И на сегодняшний день мы используем Целый перечень препаратов Производя их ротацию И на сегодняшний день Вот здесь, на объектах Вы видите, как именно распыляют эти препараты С начала года в Бурятии зарегистрировано 58 укусов клещей Четыре случая произошли в Уан-Удэ Остальные в районах республики По сравнению с прошлым годом В статистике замечен спад на 47% Андрей Слепнёв, Жаргал Церендашиев Новости дня Между тем, в самом Уан-Удэ Началась омолаживающая подрезка деревьев В первую очередь Внимание уделили растительности Под линиями электропередач Как и где именно проходит процедура Расскажем далее Отросшие с прошлой подрезки ветки Достигают уже почти 5 метров От этого деревья не только выглядят неэстетично Но и угрожают безопасности Отростки могут повредить линии электропередач Не говоря уже о том, что прикрывают свет от фонарей Сейчас работа идет омолаживающей подрезке деревьев Обратите внимание Оставляется небольшое количество побегов Для того, чтобы на этих побегах Вновь пошли листья Летом такую работу невозможно сделать Потому что гигиционный период Раскученные листва Иначе дерево погибнет Поэтому эту работу проводим С конца сентября и по середину мая Деревья под лэп Так как это охранная зона Вообще не должны расти Чтобы не убивать растения И сохранить зеленый облик города Их подрезают Работа проводится по всему Улан-Удэ Уже подрезали деревья на улице Иволгинской, Фрунзе, Комсомольской и Воронежской Перечень довольно большой В каждом районе по 10 улиц Омолаживают растительность ежегодно В разных местах раз в 3-5 лет Первоначальная работа у нас, конечно, вдоль магистральных улиц Проводится В основном самый оживленный поток Наших транспортных средств А потом уходим уже, соответственно, по мере необходимости Уже на внутриквартальные проезды Работы продлятся еще месяц Мария Кравцова, Данил Дурхисанов, Новости дня Уже больше недели в республике действует особый противопожарный режим Но в лесах специальные патрули ловят все больше нарушителей Сколько человек уже привлекли к ответственности за нарушение правил Расскажем далее Сразу 6 за сутки Столько человек привлекли к административной ответственности сотрудники МЧС Почти все из нарушавших режим Жгли мусор или траву И своевременно не убрали свои земельные участки от старой сухой травы В нашем регионе с начала пожароопасного периода Выявлено 49 граждан, допустивших бесконтрольное сжигание сухой растительности Данные виновные лица привлечены к административной ответственности МЧС России по Бурятии напоминает Что за нарушение правил пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность Штраф А в случае тяжелых последствий пожара Виновника могут привлечь к уголовной ответственности Зарегистрирован 261 случай возгорания сухой растительности Площадь возгорания составила 1369 вектора Огнем уничтожено 15 жилых домов Специалисты еще раз повторяют, что сухая растительность легко воспламеняется А остановить разгоревшийся пожар, особенно в ветреную погоду, очень сложно Мария Латышева, Новости дня К другим темам В культурно-спортивный комплекс Улан-Удэ доставлен новый спортивный паркет Несколько месяцев братское деревообрабатывающее предприятие Занималось подготовкой специального материала высокого качества Для капитального ремонта полов в основном в зале КСК Отборная доска выполнена из лиственницы По словам специалистов, при правильной эксплуатации полы прослужат долгое время Подрядчику предстоит выполнить сложные технологические работы Выровнять основание, произвести монтаж покрытия, нанести несколько слоев лака И выполнить чертеж разметки зала Отмечу, уже со следующего года КСК Улан-Удэ откроет новое направление Основной зал будет принимать баскетболистов На проведение всех ремонтных работ подрядчику дано два месяца Во время самоизоляции Датсаны Республики продолжают работать и проводят молебны по расписанию Так, 18 апреля на 26 лунные сутки в 9 часов утра в Сакчендугане и Волгинского Датсана Ламы начнут читать хурал Цедо Цедо – это одна из книг, входящих в Ганжур Цедо – это жизнь до сутра Молебен посвящен долголетию Все, кто побывает на этом хурале Или подаст на него прошение Ваша жизнь удаленится Всех прихожан Датсанов призывают обязательно соблюдать масочный режим и дистанцию При этом идти в Датсан, чтобы заказать хурал, теперь не обязательно Прошение на проведение хурала можно направить, используя систему Банк Онлайн На номер, который вы сейчас видите на экране Ну а 19 апреля весь православный мир отметит праздник Светлой Пасхи В этом году из-за коронавируса праздничных гуляний не будет Но все службы в церквях пройдут по расписанию Двери для прихожан будут открыты Главное – это соблюдение всех правил наличия маски И соблюдение полутораметровой дистанции У кого нет возможности, кто не хочет рисковать То мы эту позицию поддерживаем Что помолитесь дома Эта служба, она все равно мы мысленно все вместе То есть единым сердцем, едиными устнами Господа Бога восхвалим Все знают, что вот такая сегодня святая ночь Такие моления, все помолятся Я думаю, Господу Богу это будет в любом случае приятно Не суть важна, в храме ты Либо молишься дома Что мы молимся все единым нашим христианским обществом Также состоится освящение куличей В зависимости от количества людей Процедура, возможно, пройдет на улице В Пасху куличи являются главным украшением стола Но сегодня многие прихожане не смогут посетить службы И осветить продукты И тем не менее, в Улан-Удэ уже можно купить освященные куличи Где? Расскажем далее Ни один стол в светлое Христово воскресенье Не обходится без традиционного угощения кулича Считается, что в доме, где на пасхальном столе есть кулич Невидимо присутствует воскресший Иисус Если раньше по преданию ему ставили хлеб То сейчас, чтобы почувствовать атмосферу праздника Делают сладкий кулич с белой помадкой и разноцветной посыпкой Торговая группа «Абсолют» приготовила куличи разных размеров и форм А в магазине они поступают уже освященные Мы сегодня пришли для того, чтобы освятить Потому что сейчас такая ситуация, что далеко не каждый может прийти в храм и освятить И вот у людей есть возможность, покупая куличи, покупать уже их освященными Для того, чтобы и разговеться, и встретить праздник И поделиться этими куличами с нуждающимися Для того, чтобы в этот день все могли разделить праздник Радость от праздника воскресения Христова В торговой группе «Абсолют» куличи изготавливают из высококачественного натурального сырья По обновленным технологиям с использованием закваски А в этом году кондитеры приготовили новинку Кулич кексовый, с новым оформлением, интересными оформлениями Я надеюсь, вам очень понравится Выпыкаем мы, конечно, очень большое количество куличей Порядка 100 тысяч Мы всех приглашаем в наши магазины Также любую освященную пасхальную продукцию Можно заказать с доставкой на дом в интернет-магазине Валерия Каратуева, Данил Дурхисанов, Новости дня А сейчас о том, что вы увидите сразу после информационного выпуска Новости дня Итак, в 20.10 смотрите программу «Тухырик» Если вы знаете бурятский язык, то за это ведущий вам заплатит деньги Ну а в 21.00 долгожданные многими садоводами и дачниками в Осаду-Левогороде Анатолий Кушнарев расскажет о рассаде и весенних посадках А в 22.10 художественный фильм «Римские свидания» У Мэгги все спланировано для идеального отпуска Солнце Рима и море Тосканы Расслабленный отдых оборачивается головокружительной погоней На красной Альфа-Ромео за беглянками, родственниками и собственным счастьем Таким был этот выпуск, я напомню его главные темы Работы идут полным ходом В этом году в Улан-Удэ отремонтируют три участка трамвайных путей Борьба с коронавирусом продолжается на сегодня В Бурятии лечение от COVID-19 продолжает 84 человека Легко ли помогать? Волонтеры рассказали, как проходит их день На этом у меня все Напомню, что познакомиться с новостями вы также можете на нашем сайте Заходите, смотрите, комментируйте Для вас работал Батар Ломбаев Оставайтесь на ТВ-коме Универсам низких цен Горбуша свежемороженая всего 133,90 Универсам низких цен Андрикот свиной всего 189,90 Каждые пять секунд слепнет один взрослый человек Каждую минуту один ребенок 80% случаев нарушения зрения можно предотвратить А вы проверили зрение? Проверьте зрение сейчас, бесплатно Ваша оптика СССР Редактор субтитров А.Семкин